Поздравляем! Поздравляем! Тотем это супер! Тотем это класс! Второе место на чемпионате мира! Ура! Юные красноярские футболисты команды Тотем вновь прогремели на весь мир. Соревнования завершились 16 июля. Ночью ребята обыграли Палестину, Германию, Литву, Хорватию, Словению, Венгрию и Польшу. И уступили лишь сборной Испании. Как признаются сами футболисты, чемпионат был непростой. Очень трудно было победить. Это кубок за второе место в чемпионате мира. У нас был матч с Венгрией, а потом через 15 минут с Польшей. Первый матч получился очень сложный и тяжело было играть с Польшей. Сложная финальная игра была с Испанией. Мы проиграли 3-0. Я защитник. Мы очень старались. У них была сильная команда. Будем стараться в следующем году выиграть. Проигрывать такой сильной команде не сильно обидно, потому что действительно заслуженная была победа соперника. Очень крепкий коллектив. Мы все силы приложили, все сделали, что могли, но этот их год. Этот год их год. После соревнований посольство России в Польше для наших ребят организовало экскурсию. Футболисты увидели основные достопримечательности Варшавы и познакомились с историей этого европейского города. А в родном Красноярске тем временем по поручению Владимира Путина после победы ТТМ в чемпионате мира в прошлом году возводят новый спортзал. Организованы все мероприятия по строительству нового спортивного многофункционального комплекса. Здесь не только будет возможность играть в мини-футбол, здесь будут и волейбол, и баскетбол, другие игровые виды спорта. Это тренажерный зал, зал общей физической подготовки. Поэтому этапы строительства они на контроле губернатора Красноярского края. Планируем задачу объекта завершить совместно в сентябре этого года. Строительство ведется на территории детского дома номер один на улице Вавилова, 90. Помимо самого зала, здесь планируют благоустроить и прилегающую территорию. Так, чтобы у футболистов ТТМа и у других ребят была возможность заниматься любимым делом и, конечно же, побеждать. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости.